Мы слышали о том, как Господь возлежал на вечере, на трапезе, и некая жена, женщина подошла к Нему, тогда возлежали перед столом, и взяла сосуд с драгоценным миром, благоуханиями, и стала помазывать ноги Христу и Его главу, и ученики при этом начали роптать. Как говорит нам евангелист, стали роптать, что зачем столько денег тратиться напрасно, а действительно это миро было очень дорогим, привозили мира из дальних стран, из Индии, еще дальше может, и даже сам сосуд, в котором это миро хранилось, он уже был драгоценным, потому что делали его из камня, и делали его цельным, и запечатывали так, что его нельзя было открыть, если его не разбить, то есть этот сосуд разбивался, ну, сам сосуд делал из полудрагоценного, из такого дорогого камня, ну, а само миро, оно уж стоило, ну, целое состояние, можно было там год или больше жить человеку безбедно. Ну, и вот ученики стали роптать, что зачем столько денег, оно тратится напрасно, но Господь их останавливает. Господь говорит, что эта женщина, она по зову сердца пришла, ну, и мы понимаем сейчас уже, что по вдохновению от Господа, и предваряет, и помазывает тело его к погребению, то есть мы видим, что Господь, Он в эти дни уже сам находится, ну, уже в мыслях о предстоящей смерти, то есть об этом Он уже помышляет, и все остальное уже является, ну, как бы второстепенным, и вот мы тоже, мы, следуя за Господом, мы в том числе и храмы украшаем, да, и Богу стараемся воздать должную честь всегда, и не смотрим на какие-то траты, растраты, то, что мы, может быть, что-то не сможем делать, и даже полезного для этого мира, потому что понимаем, что все дается от Бога, и Господь, когда надо, Он может помочь и всякому, и нищему, и нуждающемуся человеку, а все-таки для нас важнее близость к самому Богу, если мы к Богу будем ближе, то и человек, обращаясь к Богу, он может, в общем-то, все проблемы через Бога решаются, да, и трудности, и скорби, и болезни, и прочее, прочее, в том числе и какая-то бедность, если действительно есть на то воля Божия, и Господь говорит, что она сделала доброе дело, и то, что она сделала, будет проповедано везде, где не будет проповедоваться Евангелие. Вот мы действительно видим исполнение этих слов, потому что все четыре евангелиста упоминают об этом случае, об этой женщине, и то есть мы, читая Евангелие, всегда мы, любое Евангелие, мы всегда слышим и о ней, то, что она сделала, то есть вот ее такое влечение сердца, которое было от Бога ей дано сделать, то, что она совершила, вот мы видим, что в этом совершается воля Божия, не в том, что нам кажется правильным, нам кажется правильным, да, нам хочется сделать весь мир справедливым, чтобы везде была справедливость, чтобы везде все поступали правильно, но Господь по-иному смотрит и на человека, и Господь сам держит все в своих руках в этом мире, и только через Бога мы что-то можем хорошее сделать. Вот эта женщина, она в свой момент, она сделала то, чего не понимали другие, то есть не понимали ученики, они роптали, особенно Иуда, о котором дальше речь пойдет, они роптали, они не понимали, но Господь сам знает, как лучше устроить нашу жизнь. Мы всегда, когда хотим сделать что-либо доброе, хорошее, как нам кажется, нам нужно всегда обращаться к Богу, не стараться только своими усилиями все устроить и управить, потому что оказывается потом, что наши усилия, они бесплодны, мы отчаиваемся, а если мы к Богу обращаемся, если мы стараемся действительно согласно с Божьей волей совершать и все делать вовремя, в свое время, и тогда, если Божье благословение бывает, то наши дела, они по-настоящему могут быть добрыми. Ну и в этом случае мы также можем увидеть, что наши добрые дела, они не всегда видны как добрые для всех людей, даже людей, близких к Богу, то есть учеников, мы видим, что они роптали, они эту женщину осуждали, и, конечно, она где-то в сердце, она и смущалась, и была некая скорбь, что она от сердца решила что-то сделать хорошее, а ее укоряют, ее говорят, что вот зачем она это делает. Для нас тоже это не должно быть чем-то необычным, что мы делаем согласно, если согласно воле Божией, по благословению Божию, какое-то дело, и оно действительно доброе, что от людей мы не получим похвалы. Для нас это тоже урок, чтобы мы искали похвалы от Бога, а Господь ее похвалил. А вот ученики не поняли, а Господь похвалил и, мало того, и прославил, прославил в веках. Мы знаем, что имя человеческое, оно очень быстро забывается, но люди, которые делают дело Божие, их имя, оно останется в вечности, потому что Господь никого не забывает, тех, кто служит Ему. Ну и дальше мы слышим о том, что совершает Иуда. То есть для него это было, ну как сейчас говорят, неким таким триггером. То есть то, что он увидел, видел, что все совершается не так, как ему хочется. С одной стороны он видит, что Господь не хочет стать царем. Да, вот у него была такая внутри мысль, что Христос, он должен прийти как Мессия. Это и другие ученики так тоже думали. Иуда не был исключением. Но у него это было еще и связано, как говорят там святые отцы, со сребролюбием. То есть он носил вот эти ковчег с пожертвованиями, которые, ну это такая традиция, она была в то время. Были такой род странствующих учителей, наставников, которые действительно это жили на то, что было подаваемо от учеников, некие пожертвования. Христос имел образ такого учителя. И вот Иуда носил этот ковчежец, пожертвования, ну и о нем говорится, что он был вор, то есть он воровал. И вот он видит, что все складывается не так, как он думает. То есть и Христос говорит о своих страданиях, о смерти, то есть не желает воцариться. И не заботиться о том, чтобы как-то обогатиться в то время богатства, это был признак благословения Божия. Но вот Христос, он к деньгам относится, ну так, равнодушно. То есть тратятся огромные деньги, непонятно на что, и нет от этого никакой выгоды. И он идет и Христа предает. То есть он совершает то, что в конце концов окончательно уже губит его душу, в которой вот эти помыслы, эта борьба, она происходила. Конечно, Господь ему давал все возможности для того, чтобы ему не быть пораженным от дьявола. Но вот все-таки это совершается, он идет и договаривается с первосвященниками, с книжниками, с теми, кто хотели Христа убить, о том, что он Христа предаст. Будет удобный случай, и вот уже договаривается о цене, и Христа, в общем-то, это предательство уже совершается. Мы знаем, что на тайной вечере Господь говорит Иуде, иди, сделай то, что задумал, то есть то, что уже, в общем-то, было практически совершено. То есть фактически это уже было предопределено, он уже это сделал, этот шаг. Но вот нам тоже нужно свою душу беречь от такого состояния, когда мы от Бога ждем только лишь каких-то внешнего благополучия, внешних успехов, но при этом не готовы с ним пройти и, ну, во-первых, тот путь, который он прошел, то есть нести свой крест, ну и заботиться о славе не временной славе, не славе от людей, но славе вечной, которая в Царстве Божьем. А слава вечная, она добывается именно через несение креста. Вчера мы тоже Евангелие слышали о том, как Господь Христос говорил своим ученикам о том, чтобы они следовали за Ним, чтобы пока есть свет, они пребывали в свете и не стремились иметь славу человеческую, но славу Божию. Но вот слава Божия, она таким непростым для нас путем дается, но Господь на этом пути нас всех всегда и подкрепляет, и просвещает наши души. Ну и Он сам этот путь прошел, сам путь прошел, причем в том крайнем виде, да, то есть Он претерпел страдания, те, которые ни один человек претерпеть бы не смог, потому что нет у человека такой силы претерпевать те страдания, которые Христос претерпел как Богочеловек, поэтому Господь дарует на этом пути утешение, и в конце концов, вот если мы за Ним следуем, то дарует и радость воскресения. Будем следовать за Христом, у нас сейчас последние дни Страстной Седмицы, которые мы за Господом следуем, чтобы нам достигнуть радости воскресения Христова. Аминь.